друзья всем привет заехали на объект дом прекрасный сделанный из газобетона обшиты имитации бруса 180 квадратов в два этажа сейчас заехали сюда запускать воду но и заодно покажем что мы сделали в доме мы находимся на первом этаже это гостиная здесь у нас уже теплые полы сделаны они под стяжкой и также у нас установлен трубный радиатор с нижним подключением подключение у нас выходит из стены очень красиво сразу же поставили заранее на вытянутых шпильках чтобы потом можно было его снять отштукатурить и поставить на это же место в санузле первого этажа установили инсталляцию провели канализационные трубы установили гик-душ встроенные полотенцесушитель тоже от системы горячего водоснабжения также вывели водорозетки для душевой умывальника объекте ведутся работы поэтому не совсем чисто что мы сделали мы сделали теплые полы первый этаж радиаторы на первом и на втором этаже смонтировали систему водоснабжения с циркуляцией установили колодезный насос автоматику для колодезного насоса автоматику для системы отопления то есть есть возможность полностью контроля водоснабжения отопления есть защита специальная система от протечек на втором этаже также установлены радиаторы заметьте также они подключены из стены с боковым подключением очень удобно убираться в будущем Ну и эстетически смотрится очень красиво. Также панельный стальной радиатор специально заказываем под ширину окна. Когда уже будет отделка, это будет смотреться гармонично и красиво. Ну и также сюда устанавливается термостатическая головка. На втором этаже санузла у нас сделаны выводы для обывальников. Подведена канализация. Установлен специальный трап. Также у нас сделана встроенная сантехника для ванны. Специальные отдельные выводы для излива, для лейки. Поставили также инсталляцию. Гигиенический душ тоже сбоку, тоже стройка. И полотенцесушитель. То есть осталось все зашить, отштукатурить и навесить чистовую сантехнику. Когда это будет готово, мы вам обязательно покажем. Друзья, переместились в нашу самую любимую часть. Это котельная. Здесь сделано все основное. Ну и еще раз извиняюсь, тут стройка идет как-никак. Мы приехали сейчас сделать ввод воды, подключать частотный преобразователь для колодезного насоса. Ну и в целом, что мы здесь поставили. Это у нас электрический котел ProTermRay, наш любимый, 24 кВт. Это у нас бойлер из нержавейки, косвенного типа, с мощным теплообменником. Котел у нас подключен и к бойлеру, и к системе отопления на теплые полы, и на радиаторы. Это у нас коллектор для радиаторов, дальше у нас смесительный узел находится, и коллектор теплых полов. Сделали все из нержавеющих труб, поставили манометры, термометры. Также для заказчика специально сделали наклеечки, чтобы было понятно, что куда уходит. Обвязка сделана вся из нержавеющих труб на пресс-фитинге. Отопление и водоснабжение тоже все однотипно сделано. У нас имеется небольшой насос циркуляции для горячего водоснабжения, бак обязательно на горячую воду. И коллектора холодной воды, горячей воды и циркуляции. Сейчас ребята у нас монтируют водной узел. Это у нас труба водная ПНД идет от колодца. Установлен расширительный бак, краники для обслуживания обязательно. За место вот этой заглушки будем подключать греющий кабель. И греющий кабель будет управляться через автоматику на базе зонт. То есть удаленно будет автоматически включаться при изменении температуры на улице. Потому что очень часто люди забывают включать греющий кабель, а тут все будет за него делать автоматик до заказчика. Специальный датчик для управления колодинным насосом. Это блок, частотный преобразователь, который у нас будет регулировать обороты колодинного насоса. Ну, манометр стандартно, фильтр. Обязательно у нас краники выведены под будущую водоочистку. Ну и дальше коллектор водоснабжения пошел. В этом щитке у нас установлена вся автоматика системы отопления, водоснабжения. Собрана на базе зонта H1V.N2. Специально подключена к нему универсальный адаптер цифровых шин. Это сделано для того, чтобы автоматика полностью понимала работу котла. То есть у нас котел работает в автоматическом режиме, сам понимает, сколько топить, сколько греть по своему графику. Также это можно делать через телефон, через приложение. Отдельно мы вам это покажем. Ну и имеется вводной автомат. Автомат отдельно на колодезный насос, на циркуляционный насос горячего водоснабжения. Он тоже автоматически включается, выключается. Может также по времени сделать. И автомат нагреющий кабель. Всем этим можно управлять дистанционно. Ну и забыл совсем сказать про уличные краны для полива. Они у нас не замерзающие. Их установлено здесь два. Вот так вот на фасаде они смотрятся красиво. Вот такой объект интересный у нас получился. Здесь точно будет тепло, комфортно, надежно. Ну и современно самое главное. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!